А теперь к теме безопасности на дорогах. Как известно, для того, чтобы попасть в разряд нарушителей ПДД, вовсе не обязательно быть водителем. В Твери прошел рейд сотрудников ГИБДД, которые ловили пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. В профилактическом мероприятии «Пешеход» вместе с представителями ведомства приняла участие наш корреспондент Наталья Чекет. Проспект Победы – оживленное место, особенно в утренние часы. Здесь плотный поток машин, а также пешеходов. Однако некоторые пешеходы не пользуются специальными переходами, а пытаются сократить свою дорогу, пробегая посередине проезжей части. Первые нарушители не заставили себя ждать. Всего спустя несколько минут наша съемочная группа зафиксировала, как мужчина решил сократить путь. Но его поймали автоинспекторы. Вот хулиганил вот здесь. А почему решили перебежать? Молодой, неопытный. Часто перебегаете? Не положено. Честно, первый раз. Ну, я понимаю, что все, как говорят, мы вправду перебегаем. И снова не прошло и пары минут, как появляется другой нарушитель. Не прерывая телефонного разговора, женщина перебегает дорогу. Многие пешеходы привыкли переходить проезжую часть в конкретном месте. И дорожная разметка им не указ. Часто нарушители объясняют несоблюдение правил с пешкой. Опасно на работу. И я думала сократить путь, чтобы не переходить по пешеходам. Всего с начала года к административной ответственности привлечено 989 пешеходов, что на 300 человек больше, чем в прошлом году. К слову, наибольшее количество нарушителей зафиксировано в Центральном, Московском и Заволжском районах. Прежде всего связано с пренебрежительным отношением к соблюдению правил дорожного движения со стороны именно самих пешеходов. Для того, чтобы перейти проезжую часть, в том числе по нерегулируемому пешеходному переходу, в первую очередь надо убедиться о том, что пешеходам предоставляют преимущество движения. По пешеходам у нас предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме 500 рублей. Несчастье произойдет с кем угодно, но только не со мной. Именно так думает большинство нарушителей. Однако с этого может начаться трагическая история для двоих. Самого пешехода, который нарушил правила, и водителя, которому, возможно, придется нести ответственность. Поэтому главное – взаимное уважение всех участников движения. Это может помочь уменьшить число аварий на дорогах.